приветствую вас мои дорогие друзья подписчики и гости моего канала чтобы вам не было скучно смотреть это видео расскажу вам немного об эксплуатации моего мотоблока мотоблок агат купили мы в январе 2018 года хотя изначально собирается покупать мотоблок салют перед покупкой позвонил мне магазин мототехники в нижнем новгороде и спросил есть у них в наличии мотоблок салют именно с американским двигателем на тот момент салют стоим 45 тысяч рублей но продавец меня отговорил и сказал давай мы лучше тебе привезем агат но стоимость его будет 24 тысячи 500 рублей я сначала насторожился почему именно продавец мне рекомендует покупать мотоблок гораздо дешевле того который я изначально хотел купить думаю недолго примерно полчаса принял решение позвонил в магазин и заказал мотоблок агат сейчас могу уже сказать что в тот момент я принял верное решение этот мотоблок может выполнить практически всю садово-городную работу да скажу сразу мотоблок этот изначально пахать участок у меня не стал именно пахать плугом привыкал я к работе с этим мотоблоком фрезерую мои участки сначала 4 фреза а потом позже я приобрел еще дополнительные фрезы по одной на каждую сторону для фрезеровки почвы это идеальный мотоблок так как двигатель и вынесен вперед а при этом условию мотоблок ведет себя устойчиво и уверенно только на следить чтобы при сборке фрезы были собраны правильно особенно большая нагрузка на мотоблок приходится весной как вы знаете обрабатывая каждый сезон два своих участка по четыре сотки а также соседей и другие люди просят помочь им в обработке своих участков мой мотоблок не был бы полноценным мотоблоком если бы я не сделал к нему прицеп прицеп я начал делать сразу после покупки мотоблока себестоимость прицепа на весну 2018 года составила четыре с половиной тысячи рублей это себестоимость изготовления этого прицепа хотя в магазине стоимость его было около 15 тысяч рублей самая максимальная масса которую я перевозил на этом прицепе ориентировочная около 400 килограмм и с этого момента началась моя постепенная модернизация мотоблока чтобы мотоблок начал нормально пахать плугом нужно было его поставить на нормальные колеса и утяжелить то есть поставить на хороший ход что я сделал установил мотоблок на диске от автомобиля к только повернул их на 180 градусов установил на эти диски шину camo 421 и уже на колеса в сборе установил утяжелители в итоге масса мотоблока варьируется в районе от 100 до 110 килограмм и с этого момента проходимость мотоблока увеличилась и появилась возможность нормально пахать плугом правда еще наперед приходится устанавливать некоторые грузы зато работа выполняется так как проходимость мотоблока повысилась то очень мне нравится покатушки по пересеченке а именно по грязи очень люблю ездить спокойно по лесной местности также на этом резиновом ходу произвожу окученного картофеля дисковым окучником выполненным собственными руками до дискового окучника использовал так называемый ушастый окучник но при этом мотоблок устанавливал на грунт и зацепы малого диаметра кстати тоже выполненными собственными руками что я вам скажу ушастый окучник свою работу выполняет на все сто процентов но работать с ним немного тяжелее нежели дисковым окучником затруднительно окучивать картофель ушастым окучником второй раз кто это пробовал сделать меня поймут а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выкапываю картофель с помощью самодельного выкапывателя на основе лапы культиватора 270 мм. В дальнейшем хочу немного модернизировать этот выкапыватель, так как центральная стойка выкапывателя при работе собирает на себя много ботвы и другой травянистой растительности. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хранится мотоблок и все навесное, а также автомобиль на небольшой площади в металлическом гараже. Даже прицепка мотоблока хранится в вертикальном положении, поэтому всегда много времени уходит для того, чтобы собрать мотоблок для работы. Это приснилить прицеп, положить в него все нужное навесное и ручное оборудование, инструмент для ремонта на всякий случай. Также это все приходится делать и в обратной последовательности, когда возвращаюсь с участка в гараж. Но самый большой плюс от этих действий это то, что руки и спину можно за летний сезон очень хорошо накачать, потому что часто приходится поднимать прицеп в вертикальное положение для хранения и возвращать его в горизонтальное положение для выдвижения в район огородов и участков. Главное в этой всей деятельности следить за работой мотоблока. Вовремя менять расходник как в двигателе, так и в редукторе. Ведь техник тоже любит уход и заботу. Тогда ваш мотоблок будет вам служить верно и без каких-либо неисправностей. На этом все, друзья. Как всегда, если кому видео понравилось, то ставим палец вверх, пишем комментарии. И если кто еще не подписан на канал, то подписываемся. Также на канале есть ссылка в инстаграм. Там можно пообщаться, как говорится, онлайн. Всем желаю успеха и всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok